Тени. Очень важная тема в предметной фотографии. На левом снимке мы сейчас видим фотографию, которую я сделал для нашего видеокурса из различных предметов. Обычно это используется в качестве помощи для художников. По ним учатся создавать формы, создавать тени и так далее. И вот тени мы посмотрим, если на правый рисунок, то мы видим, что как раз отсутствие их делает разительную разницу. Наш глаз сразу улавливает несоответствие правой части нашего рисунка. И мы инстинктивно видим, что что-то здесь не так. Ну, конечно, потом мы точно понимаем, что здесь не так. Нет теней, предметы висят в воздухе. Это недопустимо. А так как нам очень часто приходится вырезать наши предметы из того фона, на котором он был снят, то создание искусственных теней – это очень-очень важный процесс. И от того, как будут выглядеть тени, будет зависеть, как выглядит вся картинка. И по теня, в принципе, очень быстро можно определить, работал новичок или профессионал. Ну, не волнуйтесь, сейчас мы быстро этому научимся. Начать советую с нашего кубика. Самое простое, что делают начинающие, они идут вот сюда. И выбирают стиль слоя – тень. Появляется вот такое окошечко. Смещение её. Видите, мы можем её смещать. Размах её делать. Размер. Ну, тем самым растушевывать как бы тень. И непрозрачность, конечно. Более светлую, тёмную. И цвет. Мы можем красную тень сделать. На синем великолепно. Лучше некуда, нет. Лучше мы останемся при синем. Мы можем выбрать тёмные, допустим, места нашего фона. Это будет самое правильное. И сделать ещё немножечко потемнее. Всё. Пока больше нам ничего не надо. Но, мы сразу видим, тоже не соответственно, откуда взялась вот эта тень. Скажите мне, на милость. Поэтому, в принципе, этим пользоваться можно. Но, я покажу, как это делается. Для этого надо встать на эффект, слой эффекта. И сказать, что мы хотели образовать слой. Вот теперь у нас на этом слое находится тень. И вот теперь мы можем эту тень немножечко улучшить. Штуринг Т, так как мы с вами выучили уже трансформацию. То мы можем таким образом, используя наши навыки в трансформировании, нашу тень поправить, как бы, да, с первого раза он слабовато будет, конечно. Но для этого у нас есть деформация, перспектива. То есть, целый набор теперь инструментов у нас в руках. И мы, в принципе, ничего не боимся. Делаем всё, что мы хотим. Так. Ещё раз теперь перспективу попробуем. Так, здесь нет. Вот так где-то. Уменьшив её. То есть, при желании можно что-то такое создать, похожее на тень. К тому же, если мы её ослабим, убрав непрозрачность, скажем так, вот так, и потом ещё воспользуемся, пока мы масок не знаем, мы возьмём просто стиралочку, такую резиночку. И, уменьшив жёсткость, а самое главное, непрозрачность, уменьшим до 25, можем потихоньку-потихоньку начать вот здесь стирать. И тем самым получить, ну, примерно, примерно что-то похожее на тень. Тем более, что мы можем, конечно, непрозрачность здесь ещё раз немножко увеличить. Опять же. Если нам это не нравится, попробовать ещё. И получить, ну, вот что-то такое. В принципе, для новичков, наверное, это было бы и неплохо, но мне, как профессионалу, это, конечно же, не нравится. Поэтому мы воспользуемся другим методом. Сначала я его покажу на нашем шарике. Итак, мы возьмём сейчас наш шарик. И попробуем поработать с ним. Для того, чтобы создать реалистичную тень, давайте присмотримся сначала к той настоящей тени. И мы увидим, что она состоит как бы из двух теней. Основная, она самая тёмная. И такая размытая, уходящая вдаль, градиентная тень. Вот это мы сейчас и попробуем симулировать. Для этого мы первонаперво возьмём градиент. Цвет мы возьмём вот отсюда. Единственное, что сделаем его потемнее, потому что я не хочу делать чёрный. Здесь нет чёрного и не должно быть тёмно-тёмно-синий. Или какой-то бирюзовый. Так, мы взяли вот этот градиент, который идёт от тёмного к прозрачному. Потом взяли радиал, радиальный. Создали новый слой. И здесь мы сейчас создадим вот такой радиальный рисунок. На мой взгляд, он ещё довольно-таки резкий, поэтому воспользуемся размытием по гауссу. И размоем его, ну скажем так, до 70 пиксель. Для того, чтобы наша тень находилась под шариком, мы её звенем вниз. Так, теперь она внизу. Хорошо. Но выглядит она, конечно, кругленькой, поэтому мы её сначала, с самого начала, мы её уменьшим. Итак, мы видим, что-то у нас получилось, но как бы это не совсем то, что мы хотели, правда? Поэтому я сделаю сейчас следующее. Я продублирую слой и уменьшиваю ещё раз. Вот так. И посмотрим поближе. Вот. То есть, вот эта тень могла бы быть ещё темнее. Но это не проблема, чем больше мы делаем дублирующих слоёв, а потом с помощью комбинации CTRL и S вводим их в один, мы получаем довольно-таки тёмный кусок. И вот этот уже кусочек мы можем, конечно, сплющить чуть-чуть. И если нам тёмное достаточно темноты, нет, можем ещё раз сделать без проблем. Вот так. Вот, и обратимся теперь, соединим в один и назовём его тень, я пишу Schatten по-немецки, первая. Да? Тень первая у нас, хорошая тень. Теперь возьмём Schatten 2, тень вторую и посмотрим, что с ней у нас. Вот, она тоже немножко слабовато получилась, поэтому мы её чуть сначала побольше сделаем, поярче, а потом всегда сможем уменьшить её непрозрачность. Вот так. Это вот так. Теперь непрозрачность. Вот таким образом. Вот таким образом. Так. Если нам нужно направить тень туда, откуда падает свет, то есть по направлению от света, если мы скажем, что свет у нас находился, шёл вот сюда, то есть вот отсюда, отсюда, то и тень наша должна проходить вот в этом направлении. Ну, так как мы с вами уже хорошо изучили трансформирование, для нас это не составит никакого труда. Мы сейчас её немножечко подвинем, и вот, пожалуйста, тень у нас готова. Единственное, что ненатурально выглядит, это наш шарик, конечно, ну, потому что мы его вырезали, осветляли, чтобы было видно. Это, в общем-то, тема дальнейших наших действий, нашего курса. Но я сейчас это сделаю. То есть я возьму наш шарик, продублирую его слой, и просто для того, чтобы у нас, видите, я попытался сейчас корректирующий слой наложить на шарик, да, а вместе с ним корректируется всё. Поэтому, если мы нажмем Alt, появится вот такой значок, два кружочка, и нажав на него, мы получаем стрелку. Это означает, что сейчас вот этот слой, корректирующий слой, действует только на шарик, и поэтому здесь мы уже можем уже действовать так, как мы хотим. Так, и учитывая, что шарик у нас не чёрно-белый должен быть, а именно вот отражения идут от фона, тогда мы сейчас первонаперво мы соединим шторинг E или E по-русски с нашей копией, и теперь вот здесь в цветовом балансе попробуем дать ему опять же, для того, чтобы у нас всегда наш корректирующий слой ориентировался только на тот слой, который находится под ним, мы можем включить вот здесь кнопочку, и тогда это всегда будет. Так, ну попробуем сейчас этот цветовой баланс поиграть, ну где-то вот что-то такое, тени попробовать ему, потому что он слишком яркий получается. где-то вот так. Если довольны, то мы можем сейчас нажать на шторинг E соединить это. Так, ну да, мы видим разницу. И непрозрачность, уменьшив непрозрачность, или взяв нашу резиночку и постепенно вытирать те места, которые нам хотелось бы оставить светлые. Ну вот, таким образом, таким образом сведем эти две, мы довольны всем результатом. Тут есть пара пятнышек, это мы тоже научимся быстро убирать скоро. сейчас я просто это замажу здесь. Так, И вот мы теперь можем сравнить с тем, что у нас было там, и мы видим, ага, уже почти похоже. Сейчас поставим рядышком их. Так как у нас весь шарик получился, а нам нужно только низ голубой, ну, мы можем взять в этом случае есть такой инструмент тоже. Губка. И губкой пройти по тем местам, которые нам не нужны. Вот так. Видите? Так. И еще чуть-чуть инструмент-осветлитель, средние тона. Мы это все-все-все с вами пройдем. Я просто сейчас делаю для того, чтобы у нас более-менее выглядело так же, как до этого. Вот. Ну, теперь мы можем действительно сравнить, и я думаю, что результат, в принципе, результатом мы могли бы быть на первом случае довольны. То есть, теперь мы видим, что тени у нас почти одинаковые. Ну, естественно, мы можем еще с ними поработать, немножко повытянуть их. Так. Или вот по сравнению с этим первую еще более темную сделать и поменьше чуть-чуть. чтобы уж ну уж совсем как оригинал был. Вот так. И вот мы видим, что мы добились точно такого же результата, как и на настоящей фотографии. Давайте сравним. да, я считаю, да. Ну, что ж, тени мы с вами научились делать. Во всяком случае, мы поняли, как действительно они делаются. И теперь можем приступать к следующей теме. Она называется маски. Это я продолжу завтра, потому что мне надо подготовиться. До завтра, друзья! Спасибо.